Привет, зритель! Сегодня у нас вроде как 6 августа. Кошка вон там туда ушла, но ты её не видишь, и я её уже тоже не вижу. Она что-то за мной так попёрлась-попёрлась, а мне очень страшно, как хотелось сюда с камерой прийти. Тут сосед, муж соседки что-то делает. И вот эти вот вёкла тут, то ли это он с перила, и они высохли, то ли это ветром там как-то поломало, и они высохли, то ли ещё чего-то, но в общем они высохли. Мне было тупо интересно, что он тут делает. Что он тут делает? Во-во-во, несётся-несётся-несётся-несётся. Впервые я так далеко от дома пошла за мной. У нас вчера соседи приезжали, и сегодня в обед уехали, но я их не увидела, как они уезжали. Те соседи, которые раньше тут зимой жили. Приехал другой сосед к соседке, ну родственник соседки. Попались мои дальние очень родственники, которые часть сюда приехала, чтобы в воскресенье шули уехать. И ещё там вроде была дорожка к пруду. Если она действительно до пруда идёт, то я тоже хочу прогуляться. Не заснять. Я сегодня ездила за последними, в последнюю часть, короче, чё на смородину сняла. Там ещё ветка осталась, но я в прошлом году эту ветку тоже оставляла, примерно ту же ветку, чтобы она была та кота. Там, конечно, птичка напоклёванная, можно было бы не оставлять ту ветку, ну так, просто пусть будет ветка. Мало ли кто пойдёт, захочет ягодку сожрать. Хотела после обеда съездить в Прилуке, но чё-то подустала. Я решила, что в Прилуке съезжу завтра, а сегодня схожу сюда. Кошка, чё ты там творишь вообще, а? Сегодня её гонял какой-то соседский кот. Забрался через крыльцо на двор к нам. Я услышала, как они там орут. Он её в угол загнал, она на него шипит и мячит, а он на неё просто мячит. В общем, наглый, мерзкий кот. А она ещё, по ходу дела, в той поре, когда котёночек и не догоняет, чего от неё хотят коты. Возможно, оно действительно упало тут от какого-нибудь ветра. Тарик что-то тут делает сломанный, по ходу. Отрублюсь, наверное, и просто тут пройдусь, внимательно смотря под ноги. Недорого шла я без камеры, зритель, смотри, кирпичи. Не знаю, тут какие-то давние кирпичи. Вот тут даже камень. Тут что-то было на этом поле когда-то давно-давно. Или эти кирпичи, вон тут камешек под кошкой. Тут что-то лежали пораньше. Но уж помню, что у соседей, которые вчера приехали и сегодня уехали, тут одно время только пустота или что-то выращивалась, ну, где-то в этом районе. Но так как здесь деревья, то значит, у них выращивал где-то подальше. Возможно, что тут когда-то, может, был какой-то дом. Тут же изначально 33 дома было. В детстве бабушкиной, короче, в детстве нашего деда, который тут местный. Не мой родной дед по линии мамы, а дед, который муж одной из Балушкиных сестер. Ну, никакое. Срезано так. Две этих самых рисунок там какой-нибудь интересный. Страшненький такой, да? Можно посмотреть, будто бы это свекла. Еще это похоже на какую-то косу, которая варится в котле, из которой что-то выпаривается. Ну, вообще много чего. На что похоже. Ну да, только в таких вот тапочках вот здесь хорошо. Ну, суть сама была, что я увидела тут кирпичи. Ну, не как бы так прилично в земле. И камни тут, вон, как бы. Это, наверное, не камень, тут этот красный кирпич. При луках здания есть одно из красного кирпича, может быть. А, еще школа была из красного кирпича. Два здания есть. При луках из красного кирпича. Может, еще какие-то здесь здания из красного кирпича. Ну, тут такая, что давно сюда хотела подойти. Здесь, вон, всякого такого наросло. Лучше, конечно, сюда идти в резиновых. Но сейчас жарко в резиновых, наверное. Ну, может, я как-нибудь сюда приду. Может, с камерой, может, без нее. На когтишка за мной вот так ходит тут. Брякнула что-то. Возможно, мегафон, который две недели молчал, хочет сказать, что я в какой-то там зоне не своей. Ну, в смысле, не в Ярославской области. Это листика, я думала, это гриб. Не прощаюсь, потому что, может, еще что-нибудь засниму. Куда мы забрались? Молодец какая. Я уколола ножку об какую-то капилу и поняла, что судана все-таки в резиновых прийти может в другой день. Может, завтра. И, наверное, тоже с камерой, на всякий случай. Мало ли, что интересное увижу. Прикиньте, на такую маленькую иву. Ивы это, наверное, все-таки. Ведь вону, короче, на такое маленькое дерево это чудо забралось. Прыг. Прыг. Прыг-пок. У меня всегда с названиями туго было. Была у меня когда-то мелодия экспериментальная. Мне было жалко ее удалять. Ручную набранная. Ну, в смысле, заигранная, набранная. Фиг знает. Но стали наигранная. Ручную записанная на миде. То ли на миде клави, то ли, скорее всего, на гитар-про. Забитая потом мышкой. И, короче, вручную. И называлась она Прыг-скок. Потому что выглядело примерно так-то. Как будто бы вот кто-то прыгнул сюда. С названиями у меня действительно туго. Либо номера, либо кто-нибудь дает им название. Либо очень редко я сама им даю название. Либо вот так. Дурацкое какое-то название. 28% маленького ролика загрузилось на канал. Но ролик сам минуту нагряет силы. Вот в этом, где там есть, 4G словила. Но сейчас она пропала на мегафоне. Причем такой хороший 4G было. Окошко куда-то заныкалось травой опять. А сейчас тут что-то так шумело, что я решила камеру включить. Но пока я ее, как обычно, включала, тут перестала шуметь. Но какие-то такие странные звуки были. Может, конечно, это сено там, где собирали. Или еще что-то. Или хрен знает что. Сено тут, в принципе, вроде с другой стороны. Я туда хочу потом с камерой пройти. И посмотреть. И заснять. И вообще сколько это всего. Огромное. Сколько там всего этого сена, короче. Весь этот кусок. А с другой стороны, может они там, не знаю, овес вроде рано еще собирать. Хээ, короче. Но где-то вот в той степи, куда камера направлена. Там шум такой жуткий был. Вот у нас такая тут тучища. Аисты. Наверное, там охотники шарахаются. Блин, рука дрожит немного. Вроде как их четыре. Как-нибудь я сюда привезу шатив. Или слой, который из города. Или какой-нибудь специально куплю для деревни. Алиска, уграла куда-то вот. Несколько раз у траву забирала, семякала, потом на голос прибегала. А сейчас хрен знает где. Алиска.